На сегодняшнем посередине Президуума Совета Гомельского областного объединения профсоюза уразледжены пытания обороны права упрацающих. У приватности разговаривает о повышении эффективности громадского контроля и заключении коллективных договоров. На жаль, керавники некоторых предприемства этими правилами гребуют, что не дозволяет гарантовать работникам стопроцентную оборону при надзвучайных ситуациях. Со станом справа ознайомились наши корреспонденты. С початку лишь бы на 1 вересня на предприемство Гомельшины зарегистровано 8 сморотных выпадков и 53 факты тяжкого травматизма. При этом у стане алкогольного опьянения находилися только двое потерпелых. Остатние свядома гребывали правилами аховы працы. У некоторых выпадках порушений могли бы попередить профсоюзные громадские контролеры, але на широкое предприемство створать этот институт не спешаются. У областного объединения гушают планы, реализация которых должна быть изменена ситуация. Одна из целей снижения травматизма – это продвижение концепции нулевого травматизма. По-простому, что такое концепция нулевого травматизма? Это когда каждый, начиная от директора, кончая работником, выполняет требования охраны труда, сам не нарушает, все делает, что положено в соответствии с законодательством, и останавливает своего коллегу. В октябре месяце мы повторим проведение так называемых недель нулевого травматизма, определим базовые организации по продвижению концепции нулевого травматизма, чтобы в дальнейшем, используя опыт этих базовых организаций, проводить семинары всевозможные, обмен опытом, ну и продвигать концепции нулевого травматизма. На посаджении Президуума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов неодноразово отзначается. Ситуация заховой працы залежит сперз за все отставлення до этого питания керауниства предприемства. Пришим, тыжится гэта не только непосредственно створение беспечных умов, а лей заключение коллективных договоров, які гарантует прасуючим оборону их праву и продоставление пылных ильгот. Факты их отсутствий нельзя назвать массовыми, а лей они есть. У областного объединения профсоюзов обещают стремать становища на контроле. Примерно в 200 организациях, у которых численность более 5 работников, на данный момент не заключены коллективные договоры. В этом направлении мы работаем, в процентном соотношении это всего лишь, даже не составляет 1% от всех заключенных коллективных договоров. Коллективный договор необходим в первую очередь для того, это защита работников. То есть, если нет как такового коллективного договора, то нельзя будет написать какие-то льготы, гарантии тем же работникам.